Первым выступит Алексей Мерховец. Помимо всего, что я говорил, Алексей является членом жюри первого всероссийского конкурса по экологическому девелопменту и энергоэффективности «Гривина ВАЦ». Если я не ошибаюсь, уже третий конкурс будет в этом году, и его итоги будут подводиться в рамках «Проэстейт». Итак, Алексей Мерховец, есть ли будущее и перспективы у домов, построенных из соломы? Партнерами проекта являются четверть сотни известных всемирных брендов. Среди них Рихао, Бас, Фандулин, DLH Буманс, директор которого здесь присутствует. Это очень серьезные ребята, и они поверили в проект, и значит там от любительства далеко ушли. Окей, без долгих представлений. Проект Freedom. В сентябре на моей площадке была голая поляна. В декабре я в этот дом заселился. Четыре месяца, я думаю, очень долго строил. Сейчас такой же дом построил бы за два месяца. Полноценный дом для круглогодичного проживания. DIY, то есть люди смогут сами его собирать, как Икея, сэкономив до 30% денег. Модульный, то есть можно построить маленький и постепенно наращивать. Таким образом барьер входа в свою мечту жить в своем доме на своей земле на порядок снижается. И все это за смешные деньги. Для затравки. Есть такой стереотип, что эко-дом по определению намного дороже, скажем так, традиционного. Об этом свидетельствуют разные цитаты разных источников. Кто-то говорит о 10, 20, 30% наценке. И на самом деле, наверняка один из острых вопросов, который мы будем сегодня обсуждать. Готов ли средний россиянин переплачивать за экологичность? Если поверить этому тезису, что эко-дом намного дороже традиционного, как быть? Первый вариант – успокоиться и работать по старинке. Кирпич, газобетон, брус. Второй выход – позиционировать эко-дом как причуду для богатых. Третий выход – убеждать людей на цифрах в быстрой окупаемости, что вот сейчас кап затраты выше, но потом за счет более низких эксплуатационных расходов кэшфлоу будет вот такой классный и наступит точка окупаемости. Либо четвертый выход, который я предлагаю – совершить чудо и придумать дом 2 эко. Первое эко – это экономия, второе – экология. И для России, смею утверждать, я с очень многими и девелоперами, и застройщиками, и клиентами общался – экономия на первом месте. В России, за исключением относительно благополучных регионов, Москва, Подмосковье, Питер, в общем-то серьезные безденежья. И вот это – бабки на первом месте. Мы придумали дом экономичный, как бонус, получилось, что он еще самый экологичный. Дамы и господа, Freedom. Ну, ля-ля-ля, дальше. Вот как выглядит этот дом. Дом открыт для посещения. Я в нем живу. Там уже тысячу людей побывало, куча федеральных телеканалов, всяких мероприятий. На сайте все есть, приглашаю. Вот так он выглядит. Неплохо, да? На 15 сотках стал дом в 320 квадратных метров с энергопотреблением, соответствующим классу А. По энергопотреблению, то есть страшно экономичный, страшно теплый. И при этом стоит примерно 525 долларов на квадратный метр. Это включая инженерию и отделку. Деревянная комната, планировочки. Насчет альтернативной энергетики. Она считается необходимым, неотъемлемым атрибутом эко-дома. Скажу сразу, отношусь к альтернативке сдержанно. Есть дорогущие вещи, такие как ветряки, солнечные батареи, геотермальная энергетика, которые либо никогда не окупаются, либо очень долго. Я моим клиентам это не предлагаю. Хотя это классные штуки с учреждения экологии. У нас работает альтернативка демократичная, которая окупается. Рабочие, боевые решения. Одно из них слева — это солнечный коллектор, они греют воду. Справа — это солнечные печи, они греют воздух. Подробнее могу вам рассказать во время вопросов-ответов. Должен сказать, что отсутствие сетей — это большая проблема. Подвести газ, исполнить техусловия иногда очень дорого стоит. Сам газ, если он подведет, конечно же, он дешевле. Я людям сразу говорю, если есть газ, вешайте на стенку за 500 евро газовый котел, и все у вас в порядке будет. Но если этого нет, то выход — это твердотопливный котел. Вот в частности на пилетах. Автоматизированный, само все там работает. Это не дрова, которые надо каждые полдня подбрасывать. В доме ведется постоянный мониторинг. Я давно еще в детстве перестал кому-либо верить на слово. Так вот меня родители циником таким воспитали. Все перепроверяю. Рекламные кампании часто — это вранье. Поэтому в доме отдельный сервер, выделен на то, чтобы писать параметры многочисленных датчиков, установленных по дому. Влагомеры, термометры, метеостанция, скорость ветра, осадки и так далее. Это все пишется. Кроме того, видеонаблюдение ведется. Ну, куча параметров, в общем. Для того, чтобы понять и продемонстрировать публике на цифрах, а не на словах. Дышит, не дышит, экологичный, не экологичный, а на цифрах. Показать высокие заявленные характеристики. Раскладка по себестоимости. На следующем слайде чуть подробнее. Минутку задержаться здесь? Да? Назад. Какие-то вещи, может, попозже прокомментирую. Значительная доля затрат в этом доме – это работа подрядчика. Вот этот дом, первый демонстрационный, строился традиционным образом, то есть подрядчик из пиломатериала. То, к чему мы уже пришли, мы готовим домокомплект по принципу Икея. С высочайшей степенью защиты от дурака. Дурак – это не клиент. Дурак – это не обидное слово, это такой термин научный. Защита от дурака позволяет сделать профилактику неадекватных действий. Ну, например, если пока паз в гребень не войдет, наоборот, деталь не соберется. Либо в нашем доме, вот куда надо загнать шуруп, там будет просверлена дырочка и стоять синий крестик. А знаете, почему синий? Потому что туда надо взять синий шуруп или шуруп из синего пакетика. Вот до такой степени все продумано. На круг это позволит людям самостоятельно собирать и сэкономить до 30% денег. Это очень важно. Поверьте, у меня сейчас сотня заявок на эти дома. Это фактор номер один для среднего россиянина. Особенно в регионах. Это себестоимость. По абсолютной величине работы на первом месте. Треть. А иногда и больше. До половины доходит. Эта презентация есть, кстати, в интернете, на сайте. Можно не фотографировать это. Отвечаю. Сайт i-freedom.ru в конце будет. Поэтому есть вопросы? Или потом вернемся? Как по регламенту? Вот. Формула успеха. Собственно, что такое в нашем понимании народный дом? Идеальный дом для широкого сегмента, массового сегмента россиян со средним достатком. Первое – это DIY. Do it yourself. Собери сам. Множество клиентов обращаются и сами хотят что-то поделать за счет этого сэкономить. И, кстати, попутно будет возрождаться российская традиция собраться всем миром и что-то там сделать. Русские мужики рукастые. Вы посмотрите, что мы придумали, русские имеются в виду. Самолет, Можайский, вертолет, Сикорский, подводную лодку дизельную, телевизор, Шуховскую башню, крекинг, каталитический. Это все русские придумали. Давайте возрождать это. Вторая составляющая успеха – это модульность. Почему так много недостроев? Люди хотят большой дом, чтобы поселить там внучку, жучку, тесте, но не тянут его и становятся рабом стройки на 10-15 лет. Что мы предлагаем? Сразу проектировать большой дом на вырост и бить его на очереди. На одном дыхании строить минимально необходимый модуль с полным энергообеспечением, с закрытым тепловым контуром и начинать там жить. По мере появления средств и необходимости достраивать, наращивать, перекрывать второй этаж, инженерию наращивать, отделку и так далее. Такой подход на порядок в 10 раз снижает барьер первичного вхождения в свою мечту. Наконец начать жить в своем доме на своей земле. Третья составляющая успеха – энергоэффективность. В нашем случае это тождественно тому, что вы просто мало платите в процессе эксплуатации дома. На моем примере я примерно раз в пять меньше плачу, чем мои соседи вокруг. Ну, посчитал уже, да? То есть мой дом, я его изначально хотел каменным строить, я пока не знал про эту технологию. Мне запроектировали 60-киловаттный котел. Когда мой партнер Рихао просчитал теплофизику очень тщательно, до миллиметра, просчитал теплофизику дома, оказалось достаточно 16-киловаттного. 60 и 16. Это одна из составляющих экономии только. И крайняя составляющая формулы успеха – это автономность. Когда нет сетей, а вот мы беседовали с Александром Коганом, он руководит проектом «Свой дом». Он говорит, что это одна из самых больших бед. Первое безденежие, второе – отсутствие сетей и коммуникаций. Вы знаете, я вот даже на Новой Риге, этот дом стоит, казалось бы, недалеко. Но такие проблемы испытал с подключением к канализации, к газу. Везде какие-то местечковые, там, председатели ТСЖ, какие-то князьки местные замучился. Всех послал, сделал дом автономный и счастлив. Септик, твердотопленный котел, вода греется солнечными коллекторами летом. Все классно. Это основной природный материал наш, прессованные соломенные блоки. Классный материал. Главное, не думайте, что это русская какая-то придумка. Это придумали 150 лет назад в Небраске, в США. Во Франции, в Германии по тысяче таких домов. В США сотня тысяч. Мы просто перенимаем западный опыт. Ну, не буду повторять, пробегитесь. Двух словах скажу. Нет ничего дешевле, теплее, легче, долговечнее, чем прессованный соломенный блок. Я не оговорился, именно долговечнее. Дома из таких блоков стоят там по 150 лет. Ну, просто раньше их не забрели. Может, они и 300 простоят. И, кстати, еще и огнестойкие. Класс огнестойкости F90, 90 минут. А если глина еще что-то, то F120, предельный класс. Для сравнения, металлические фермы, ну, где-то тут есть, да, F15. 15 минут, и как башни-близнецы в Нью-Йорке, да, это все дело складывается. После воздействия открытым огнем. Ну, вот сравнительные характеристики с основными, самыми популярными материалами. То есть, видите, да, ничего нет дешевле, легче, теплее. Предвижу вопрос, а хватит ли у нас соломы. Вот чего-чего соломы в России хватает. Дальше. Опять дальше. Вот на этих скриншотах это обыватели американские. Не обязательно быть профессионалом. Я вот это чувствую, вот эту технологию на кончиках пальцев. Потому что с людьми общаюсь, и на фокус-группах, на блондинках мы отрабатываем технологию. Если блондинке непонятно, то это значит, я дурак, плохо сделал, слишком сложно. Вот. И, кстати, иногда непрофессионалу легче дом собрать, чем профессионалу. Потому что профессионал, вообще плотник с 20-летним стажем, это страшный человек. Все сделает по-своему. В инструкции написано, закрутить два самореза, он загонит один гвоздь. Это работает. Вот о чем этот слайд. Реально работает. Поднимите руку, кто не сможет собрать Икею. Один, да? Два. Следующий этап мы будем выводить этих людей из зала. Вот эти руки за спину. Это должно же быть какое-то понимание. Здесь примерно так же. А, вот подтверждение. Вот справа это моя мама. Слева тоже ботаник какой-то. Ну, собрали, нормально. Это вот образцы как раз диайвай-комплекта. Модульность хочу вам продемонстрировать. Вот, допустим, спроектировали большой дом на большую семью на вырост. В первый год на одном дыхании строится первый модуль. Нажмите что-нибудь. Вот так, например. Четверть площади, да, 120 квадратов. На следующий год, например, вот это пристроили. Главное, что технологии легко позволяют. Там не надо полдома разбирать предыдущие, чтобы пристроить следующие. Штробить, анкерить, закладные. Этого всего нет. Вынули пластиковые заглушки и начали, ну, продолжили. Балочка, стоечка. Очень легко все. Ну, это неинтересный слайд. Этот слайд специально такой длинный, чтобы вы ничего не успели прочитать. В общем, он о том, что все классно. То есть вы экономите и на этапе капзатрат, и на этапе эксплуатации. Причем существенно. Вот примеры экономии. Например, ну, окна, да. Натуральные деревянные окна с теплопакетом, низкоэмиссионное стекло, хороший уплотнитель. Однокамерные, но по теплофизике лучше, чем двухкамерные. На круг 30 окон и 4 балконные двери, 240 тысяч. Для сравнения, ближайший конкурент, это Белоруссия, Барановичи, 540 тысяч. Следующий 700, 800 миллион и так далее. Мы в два с лишним раза дешевле, чем ближайший конкурент. Шатурский район. Вот такие окна. Пережили минус 30, все прекрасно, никаких проблем. Во всем надо искать золото за копейки. Солома и дерево это не панацея. Надо во всем нон-стоп импровмент. Искать во всем улучшения. Назад. Другое. Например, там вот внизу, да, вот кабель-каналы. Есть профессиональный кабель-каналы, Раудау. Очень дорого стоит. Мы взяли термососну и в нее поместили трубки холодные, горячие, топление, сильные токи, слабые токи. Вот так выглядит, стоит копейки. И так во всем. Алексей, по времени еще 2-3 минуты. Да, хорошо, успею. Ну, неинтересный слайд. В общем, все быстро, все классно. На самом деле, да, можем такой дом, скажем, 100 квадратов можно за пару недель возвести. Ну, это наши планы. В этом году спешить не будем. Построим 10-15 домов. Будем умышленно сдерживать это дело. Но отработаем технологии. Еду сейчас в Японию учиться у товарищей, у австрийцев учимся. В России пока, к сожалению, нету профессионалов должного уровня. Вот, перенимаем лучший иностранный опыт. С 13-го года мечтаю, как Икея, начать пилить дровишки, продавать. Уйти из стройки. Полностью самосборкой будет клиент сам заниматься. Но мы поможем, если что. Наши партнеры. Далеко не все, уже их больше гораздо. Все. Спасибо. А теперь второй взгляд на проблему строительства экологических домов. С точки зрения официального девелопера компании «Загородный проект». С точки зрения проекта другого края. Если сейчас Алексей рассказал нам о так называемом пассивном дизайне или low-end. То есть то, что можно сделать задешево. Есть пример другого совершенно плана high-end. Самые лучшие технологии, самые дорогие, самые-самые-самые-самые. И вот давайте мы послушаем вторую презентацию, а потом в дискуссии попробуем понять, что же для России более приемлемо и вообще есть ли перспективы. Итак, Дмитрий Макаров, руководитель проекта «Активный дом», компания «Загородный проект». Добрый вечер. Я представляю компанию «Загородный проект». В прошлом году мы совместно с компанией «Велюкс» и в партнерстве с компаниями «Сангабен», «Данфас» и «НЛК домостроения» построили первый в России «Активный дом». Сейчас мы покажем вам краткий фильм, но по ходу фильма я буду рассказывать о нем. «Активный дом» — это первый в России дом, построенный в соответствии с концепцией европейской «Эктивхаус». Она основана на трех основных положениях. Это высокая энергоэффективность и использование возобновляемых источников энергии, внутренний комфорт помещения и забота об окружающей среде. Извините, что так идет как-то прерывисто. В Европе построено шесть домов в соответствии с этой концепцией. А если еще два шага, то взорвется. Алексей, не выходите. Вместе с головой. Да, не выходите, пожалуйста. Как я начал говорить, в Европе шесть домов, подстроенных в соответствии с этой концепцией. В Дании, в Германии, в Австрии, во Франции и в Швейцарии. Причем эти дома возводились два с половиной, три года. Мы построили наш дом за полгода. Первые сваи фундамента были ввинчены 6 марта 2011 года. И 7 сентября была торжественная сдача дома. Архитектурный проект дома разработан экспериментальной архитектурной лабораторией «Полигон» и архитектором Александром Леоновым. По энергоэффективности дом в 5-7 раз превосходит обычные дома. Энергопотребление дома 38 киловатт-часов на метр квадратный в год. Коэффициент естественной освещенности в 10 раз выше, чем по СНИПам. Уровень СО2 в доме на уровне 600 промиль. При требованиях Всемирной организации здравоохранения 900 промиль. Дом расположен в пригороде Западная долина на расстоянии 20 километров от МКАДа в Нарафамидском районе Московской области. Теперь я кратко расскажу по презентации. Как я говорил, концепция «Активхаус» основана на высокой энергоэффективности применения возобновляемых источников энергии, комфортной среде обитания и заботе об окружающей среде, минимизации выбросов углекислого газа. Это как бы пригород, который строится сейчас. В принципе, могу сказать, что все дома у нас в пригороде уникальной архитектуры. Это дома известных российских архитекторов Татана Кузимбаева, Андриса Трушинша, Вадима Грекова и Юлия Борисова. Это планировки нашего активного дома. Нужно отметить, что на 40% повышения энергоэффективности мы добились за счет архитектуры дома его правильного расположения относительно сторон света. Он как бы имеет наибольший скос в южную сторону и повернут на юг, таким образом максимально свет падает в дом. Это этапы строительства дома. Первые сваи – это март 2011 года, и дом построен в сентябре 2011 года. Это внутренний дизайн помещения. Как я уже говорил, в доме освещенность получилась, коэффициент естественной освещенности в 10 раз превышает СНИПа. И основные показатели. Удельный расход тепловой энергии 38 кВт-ч на метр квадратный в год, удельный расход первичной энергии 110 кВт-ч на метр квадратный в год, кратность воздухообмена 0,4 за час. То есть как бы 0,4 объема дома обменивается за час. И уровень СО2 – 900 промилль. За счет чего достигнуты были высокие показатели. На доме расположены солнечные коллекторы площадью 15,6 квадратных метров. Солнечные коллекторы по расчетам должны были обеспечивать 60% горячего водоснабжения и 8% отопления. На доме расположена также солнечная батарея площадью 7 квадратных метров. В доме использован геотермальный насос компании Danfoss, который должен обеспечивать 40% горячего водоснабжения и 92% отопления. В доме также использована интеллектуальная естественная система вентиляции Zender и автоматическая солнцезащита. Все инженерные системы дома объединены в единую систему, которая может управляться как в ручном, так и в автоматическом режиме и позволяет и мониторить все показатели дома и управлять ими дистанционно по интернету. Торжественное открытие дома состоялось 7 сентября. Там присутствовали и председатель союза архитекторов, и представители правительства Московской области, и принц Дании. Это принц Дании как раз с нашей гостевой семьей. В настоящее время, вот с декабря прошлого года, по настоящее время в доме у нас проживает семья Ася, Корней и их три дочки. Семь лет, пять лет и полгодика. Уже скоро даже будет годик в марте. Буквально в мае мы подвели первые результаты мониторинга работы систем дома за полгода. Вот наш анализ показал, что расходы на отопление и горячее водоснабжение в активном доме в 10 раз ниже, чем в аналогичном обычном доме. Активный дом, правда, потребляет не 38 киловатт-часов на метр квадратный, как мы рассчитывали, а около 55, и я могу даже вкратце объяснить, почему. Дело в том, что когда мы делали расчеты, мы ориентировались на то, как бы в Европе принято регулировать дом, чтобы в нем была постоянная температура 20-22 градуса. Но жила наша семья с маленькими детьми, и мы их не ограничивали, они как бы регулировали так, как им удобно. И у них в основном зимой было отрегулировано на 25-28 градусов. И в соответствии с этим у нас как бы энергоопотребление выросло. И, естественно, что нужно еще отметить для таких вот домов, как бы умных, которые имеют там все автоматизировано, что, в принципе, ну вот когда они, естественно, топили до 28 градусов, они при этом большие окна широко открывали, это тоже не способствовало энергоэффективности здания. Ну, в принципе, мы их не ограничивали, но чтобы правильно использовать вот все эти системы, нужно, в общем-то, где-то обучать жителей, и чтобы они... Ну, это, может быть, было связано с тем, что они не платили за коммунальные услуги, а если бы человек отвечал своими деньгами, он бы так и не поступал, так бы не транжитил энергию. Что можно еще сказать по результатам? Использование теплового насоса снизило расход электроэнергии по сравнению с электрическим котлом более чем на 70%. То есть средний коэффициент преобразования теплового насоса 3,6%. То есть по сравнению с электрическим котлом, ну, в 3,6% меньше раза, как бы, шло на обогрев. Полностью оправдала себя система солнечных коллекторов, так как я говорил, что мы планировали, что 60% горячего водоснабжения будет обеспечиваться. На практике у нас получилось, что 70% горячего водоснабжения обеспечивалось системой солнечных коллекторов. Это позволяет экономить до 30 тысяч рублей в год. Применение экологически чистых материалов и комплексная работа системы вентиляции активного дома обеспечивало, ну, поддержание оптимального уровня кислорода и влажности. Как я уже говорил, уровень СО2 составляет около 600 промиль у нас в доме, ну, для примера, что требования всемиродонизации 900 промиль, а, как правило, у нас в российских домах 1000-1200 промиль. И уровень естественного освещения в 10 раз превышает требования СНИПов. Вот. Ну, дом наш получился довольно дорогим. Мы как бы не скрывали стоимость его со всеми системами, ну, в принципе, с внутренней отделкой, с мебелью, с ландшафтным дизайном, получилось 38 миллионов рублей. Ну, на самом деле, я не считаю, что это очень дорого, ну, журналисты многие на нас набросились, что такой чрезмерно дорогой дом. Ну, надо отметить, что мы рассматриваем наш дом как некий концепт-кар индивидуального домостроения, что такие дома необходимы, чтобы показывать общее направление развития домостроения. Вот. И поэтому, чтобы двигаться дальше в этом направлении, в ноябре 2011 года наша компания с компанией Велюкс объявили архитектурный конкурс «Активный дом-2012», цель которого выбор лучшего архитектурного проекта, дома площадью 150-180 квадратного метра, отвечающего принципам «Эктивхаус», и было ограничение, как бы мы хотели, чтобы расходы на строительство этого дома с внутренней отделкой инновационной инженерии не превышали 50 тысяч рублей за квадратный метр, что вполне доступно. Вот. Жюри конкурса возглавлял Евгений Викторович Асс. 28 февраля мы подвели итоги. И победителями конкурса стали Татьяна Скордули и Александр Штанюк. Их проект слева. И второе место Антон Мосин. В настоящее время мы проектируем эти дома и, в принципе, собираемся в ближайшее время, когда закончим проектирование, приступить к строительству одного или двух этих домов. И планируем следующей весной или летом сдать эти дома. Ну, как бы в наших долгосрочных планах сделать дом, который бы стоил 50 тысяч рублей за квадратный метр, современный инновационный экологичный дом. Я считаю, что это как бы достойная задача. И надеюсь, что мы с ней справимся. Благодарю за внимание. Да, спасибо. И Елена Семенихина выступит в третьей русскоязычной презентации. Тоже официального девелопера, замечательного проекта, который строится на окраине Москвы. Единственная дама на панели, почти блондинка. Не умею собирать мебель икея, но все-таки здесь. А что с автомобилем? Гема вам дает индивидуальное автомобиле? Дает, дает. Могу потом экскурсию провести к автомобилю, который дает Гема. Я не буду останавливаться на скучных слайдах про компанию, потому что это не главное сейчас. Здесь до этого говорилось о жилых домах, а я расскажу об офисном центре, который мы строим сейчас на углу Можайского шоссе МКАД. На этом слайде остановлюсь только потому, что там есть такая подчеркнутая фраза. Один из трендов рынка – это экологическое, энергоэффективное строительство. В Россию он приходит, этот тренд в смысле, приходит в Россию только сейчас. Вызывает очень много вопросов, насколько это обосновано, насколько это целесообразно. Прямых ответов, однозначных на этот вопрос, нет. Расскажу, как это оцениваем мы, что мы сделали для того, чтобы он был энергоэффективным. Вот так он расположен. И вот так он выглядит снаружи. Теперь к подробностям. Перед проектировщиками, еще до начала проектирования офисного центра, стояла задача, чтобы все решения, в том числе и архитектурные, и планировочные, были максимально эффективными. Если здесь есть специалисты по коммерческой недвижимости, то вот этот коэффициент, коэффициент полезной площади 94%, должен впечатлить, восхитить, вызвать какие-нибудь положительные эмоции, потому что для офисных центров класса А стандартный коэффициент потерь, он же коэффициент полезной площади, в обратном переводе из 100%, это около 10%. Мы теряем только 6%. Как это было достигнуто? Ну, собственно говоря, все гениальное просто. Просто открытая планировка этажей, просто стремление к open space, которые, в общем-то, поддерживаются сейчас арендаторами крупными. Эффективное расположение мокрых зон, которые вот одна мокрая зона в центре, в центре этажа, там, где минимальная освещенность, то есть то место, которое было бы все равно не очень востребовано с точки зрения рассадки сотрудников. И также этому помогает то, что управление инженерными системами здания полностью сосредоточено в подземном этаже. По архитектурным решениям это, наверное, все. Ну, еще, наверное, то, что вот по планировке видно, что эскалаторы и лифтовые зоны, они вынесены за периметр здания, что тоже позволяет экономить, ну, некий, там, один-полтора процента от полезной площади. Вся эта красота имеет, тем не менее, один подводный камень, который нужно учитывать. Я бы не сказала, что это минус, просто нужно понимать, что это есть. Так как это энергоэффективное здание с очень большим акцентом на все инженерные системы, это геотермальная система отопления, это определенные конструкции фасады из определенного материала, это умный дом, который управляется полностью с центрального пульта. Инженерные системы нельзя переносить. Если в обычном офисном или там жилом здании вы можете по большому счету перенести трубу и, там, не знаю, электрический щиток и так далее, то вот в этом офисном центре это просто не имеет смысла. Сделать можно, но будет дорого, и, в общем, зачем, если можно учитывать существующее расположение. Также, например, есть еще один нюанс, но, впрочем, я о нем, наверное, скажу лучше потом, когда мы коснемся геотермальной системы отопления. Про фасады. Раньше, ну, вы видели, да, на 3D-визуализации, на 3D-модели, остановлюсь, да, еще на том, что сейчас пока здание не построено, мы на уровне пятого этажа из восьми, соответственно, все картинки, которые здесь есть, это только 3D-модели, как это будет выглядеть. Раньше то, что стеклят фасадный, фасад стеклянный, означало фактически, да, красиво, но этим тяжело управлять, потому что очень низкий коэффициент удержания тепла и трудно отапливать, летом жарко, зимой холодно, но красиво. Стекло, которое закупают сейчас наши строители, это стекло совместного производства Великобритании и Швеции, оно с эмиссионным напылением, оно также известно, как нанонапыление, и коэффициент удержания тепла у этого стекла равен 1,4, вот РО 0 равно 1,4, что это такое, не спрашивайте, честно выучила. Ну, он вот тождественен панельному зданию. Ко всему прочему, мы этого не планировали, но мы сотрудничаем с Институтом строительной физики, который нам помогает рассчитывать все инженерные системы, их эффективность и так далее. И уже после того, как был сделан выбор, ну, естественно, геотермальной системы отопления, сделан выбор стекла фасадного, выяснилось, что именно это фасадное стекло с таким напылением вместе с геотермальной системой отопления дает примерно плюс 15-20% к удержанию тепла внутри здания за счет эффекта отражения тепла. Что еще дают эти фасады? С одной стороны, дорого, да, действительно дорого, это стоит дорого. Но, во-первых, мы экономим на ремонте фасады, потому что обычные вентилируемые фасады, их нужно трогать через 10 лет, уже ремонтировать, либо менять. Стеклянные фасады нужно только мыть. Менять их придется лет через, там, 25-30, не раньше. И второй момент – это экономия на внутренней отделке стен. Стеклят фасадный. Я уже второй раз это говорю, наверное. Фрейд перевернулся второй раз. Да, фасад стеклянный, соответственно, это не нужно отделывать, не требуется дорогая отделка в офисе класса А, она действительно дорогая. Про фасады – это все. Про систему терморегуляции – это, наверное, самое интересное, то, что вызывает максимум вопросов обычно. Во-первых, в здании нет ни одного радиатора или конвектора. Здание полностью отапливается через полы и потолки. Мы не подключены к системе городского отопления вообще. Здание полностью отапливается за счет температуры земли. 40 километров скважин. Это 400 скважин, каждая на глубине 100 метров под землей. Там температура постоянная. Это порядка 9 градусов Цельсия. Естественно, что этой температуры не хватает на то, чтобы прямо отапливать помещение, потому что если будет 9 градусов, все будут мерзнуть. Но есть тепловой насос. Выглядит он вот таким образом. Слева показан выход из земли, вот скважина. В каждой скважине есть двойной контур. В нем циркулирует вода. Вода под землей нагревается до температуры 9 градусов. Поднимается к тепловому коллектору, который расположен в подземном этаже здания. Отдает свою температуру замкнутому контуру, в котором циркулирует фреон. Фреон сжимается за счет сжатия. Под давлением температура увеличивается. Ее можно разогнать до 80 градусов Цельсия. И этой температуры далее хватает для того, чтобы развести ее на этажи и создать комфортную температуру до 30 градусов Цельсия включительно. Есть и больший запас, но просто больше 30 градусов. Трудно себе представить, кому может понадобиться. Вернусь на предыдущий слайд для того, чтобы объяснить, зачем это нужно. Первое, что приходит в голову, это эксплуатация. Якобы дешевле, потому что мы не закупаем энергоресурсы у города. Тарифы постоянно растут. Газ дорожает, топливо дорожает. Да, действительно, это есть. Тарифы растут. Мы от тарифов не зависим. У нас замкнутая система. Мы зависим только от электричества, которое необходимо для того, чтобы работал тепловой насос. По летнему периоду, кстати, как ни странно, те, кто с этим не сталкивается, удивляются. Я в том числе тоже удивилась, когда узнала. Мне казалось, что нужно больше энергии для того, чтобы нагреть здание зимой. Оказывается, ничего подобного. Больше энергии тратится на то, чтобы охладить его летом. Вот около 45% электроэнергии летом идет как раз на кондиционирование воздуха. Система терморегуляции, чем она уникальна именно в здании Premium West, которое мы строим, тем, что она не только отапливает зимой, такие проекты уже есть. В частности, один из жилых комплексов в Первомайске строится на такой системе, но он только обогревает. Наше здание еще охлаждает летом. Снимается тепловая нагрузка, до 40% ее снимается. Соответственно, от 45% на электроэнергию 40% экономится за счет системы терморегуляции. И, собственно, основная экономия даже не на этом, хотя я там дальше покажу слайд, сколько экономится, например, на одном этаже в 2500 квадратных метров в год на вот этой системе. Основная экономия идет за счет того, что система отказоустойчива очень. 400 скважин в каждой два контура. Если сломается один контур, скважина потеряет около 15% от своей мощности. Даже если представить себе, что сломается по одному контуру в каждой скважине, вся система потеряет 15% мощности. При этом запас системы 40%. И гарантия у этих скважин не менее чем 30-35 лет. По факту это, скорее всего, будет больше. И так как это все сделано в подземном этаже, то можно будет заменять скважины, ремонтировать их и так далее, не останавливая работу офисного центра. Поэтому основная цель была именно сделать систему отказоустойчивой. Мы собирались построить и владеть дальше этим офисным центром. Поэтому, может быть, если бы мы его строили на продажу, может быть, мы и не стали бы удорожать проект, хотя удорожение всего на 15%. Но, может быть, мы бы этого делать не стали. Но так как мы собираемся и владеть и дальше, то где-то в 7-8 летней перспективе мы начнем экономить, тогда как другие собственники офисных центров класса А, не энергоэффективных, ну или энергоэффективных, но без подобной системы, они будут тратить значительно больше денег, чем мы. Вот, собственно, слайд про выгоду арендатора. Мы считали просто в лоб, сколько экономится только на том, что платится за электроэнергию, которая работает на тепловой насос, а не по тарифам за газ или, тем более, за дизельное топливо. На 2500 квадратных метров, это примерно 200 человек работников, ну такая средняя себе компания, это около 750 тысяч рублей в год прямой экономии. Помимо всего прочего, так как здание отапливается и охлаждается полами и потолками, кондиционеры практически не нужны. Их можно повесить, их можно использовать, но они используются только как доводчики температуры. Соответственно, ну, процентов на 80 меньше будет использоваться кондиционеров. Процентов на 80 меньше летом будут болеть люди. Если посчитать стоимость больничных и недополученной прибыли, недосозданной, добавленной стоимости на компанию в 200 человек, получается существенная сумма около 8 миллионов рублей в год при средней зарплате в 50 тысяч. Поэтому тоже, в общем, довольно интересно. Но потом людям комфортно, это престижно, это интересно, нам нравится. Помимо всего прочего, вот, ну, есть такие, как бы, две основные фишки. Это фасады и это геотермальная система отопления. Это, естественно, полностью умный дом. Все инженерные системы управления ими сосредоточены на одном пульте. Что это дает? Можно не латать дыры, а можно видеть, например, в какой трубе повысилось давление, просто не допустить ее прорыва. Таким образом, экономия на эксплуатации, защита от дурака, как здесь уже говорилось, но в несколько другом смысле. У нас сейчас достаточно много объектов коммерческой недвижимости, которыми мы управляем. Это около 700 тысяч квадратных метров помещений самых разных. Склады, офисные помещения, торговые помещения и так далее. Есть эксплуатационные бюджеты. Вот если задаться целью и поставить там галочку, звездочку, бабочку напротив тех статей расходов, которые пришлось осуществлять, потому что кто-то сделал свою работу некачественной или не вовремя, то таких расходов порядка 80%. Плановая эксплуатация стоит недорого. А вот если где-то прорвала труба, а в это время человек, который должен ее починить, был где-нибудь в состоянии алкогольного опьянения и не смог вовремя прийти, или что-нибудь в этом духе, непрофессионал, ноль с фазой перепутал, а потом приходится менять проводку в целом здании или как минимум на этаже, таких расходов очень много. Вот здесь есть эта защита от дурака. Ко всему прочему, мы будем использовать технологию дымирования. Поясню для тех, кто не знает. Это плавное регулирование освещенности в зависимости от уровня естественной освещенности. То есть датчики света внутри помещения, которые запрограммированы на поддержание определенного постоянного уровня освещенности, если на улице светло, освещение работает меньше. На улице темнеет, освещение включается на полную мощность. И это без переходов, то есть люди даже не чувствуют изменения освещенности внутри здания, оно постоянное всегда. Да, вот страшное слово. Компенсаторы реактивной мощности на электрооборудовании. Рассказываю, как поняла. Честно. Не специалист, вот это не знаю. В общем, смысл в том, что когда электричество идет по проводам, часть его теряется, достаточно существенная. Вот эти вот компенсаторы позволяют улавливать те самые потери и затем их пускать на момент включения электрооборудования, когда требуется максимальная мощность. Мощность. Да, мощность, спасибо. Закупать будем только дорогую проводку, потому что, по нашему мнению, это даст достаточно существенную экономию, мы не будем терять мощность. Все оборудование закупается по принципу энергоэффективности. Все тендеры, которые мы проводим, это первый пункт, что оборудование должно быть эффективным. Ну и, собственно, все мы старались спроектировать так, чтобы это было максимально комфортно для человека, чтобы были минимальные шумы в водопроводе, канализации и тому подобное. И ко всему прочему, ну, например, вот есть, я вернусь сейчас на планировку. Вот ячейка одна, шаг-колонн 8,5 метров, площадь одной ячейки 72 квадратных метра. Электричество, тепло, подача воздуха в каждой ячейке может быть настроена индивидуально. То есть кому надо теплее, будет теплее. Например, если в какой-то комнате, да, там выгораживается, размещается серверная, то туда там подается максимальное охлаждение, и температура создается та, которая комфортна для серверов и так далее. Более того, мы планируем настраивать здание таким образом, чтобы оно выключало практически все системы после окончания рабочего дня. Ну, например, в 9 часов вечера гасится почти все освещение, кроме аварийного, уменьшается до минимума подачи воздуха, подачи тепла и так далее. То есть ночью здание практически не потребляет. За 2-3 часа до начала рабочего дня все системы включаются на полную мощность, и к моменту, когда люди приходят и начинают работать, оно уже в полной боевой готовности, теплое, с поданным воздухом и так далее. При этом, если, например, есть арендаторы, у которых есть ночная работа, ну, вернемся к тому, что все внутри одной ячейки настраивается индивидуально. Один раз делается так, чтобы свет включался-выключался арендатором самостоятельно, и он может это делать, когда ему удобно. А еще мы шутим, что теперь мы будем выбивать дебиторку в прямом смысле, перекрывая воздух, потому что система подает воздух осознанно, то есть не просто вот сколько запрограммировали, количество кубических метров воздуха. Во-первых, она считает, сколько человек в помещении по уровню СО2, датчике СО2. Ну и потом это можно отключить вручную. Если нам не будут платить, мы будем отключать воздух. Да, это классика. Не будут покупать лотерейные билеты, отключим воздух. И будут платить по счетам, отключим воздух. Да, совершенно верно. Мы абсолютно не альтруисты. Мы все это делали для того, чтобы нам же было дешевле, удобнее, комфортнее. Но мы постарались это сделать таким образом, чтобы еще кому-нибудь от этого было приятно. А, ну вот еще, например, из технологий интересных. Вот фонтан красивый вроде как, да, просто вот казалось бы для красоты. Ничего подобного. Во-первых, он в стекле. Это позволяет ему работать и зимой тоже. Не как с водой, а как световой фонтан. Потому что зимой нужно много энергии, чтобы отопить воду, чтобы она не замерзла. Нагреть воду. Мы отключаем воду, он работает как световой фонтан. Летом через воду сбрасываются излишки тепловой нагрузки. И, кстати, земельная платформа под зданием работает как гигантский тепловой аккумулятор. Потому что летом мы сбрасываем туда излишки тепла, а зимой мы, соответственно, его оттуда выкачиваем. То есть здание полностью энергоэффективное. Ну, наверное, мы не знаем никаких подобных проектов в России, которые использовали такой набор технологий. Отчасти, да, частично там что-то в одном месте использовано, что-то в другом. Но, наверное, у нас будут последователи, мы на это надеемся. Ну, вот так вот это... Да, территория 10 гектар, на которой расположено это здание, и которое принадлежит нам. Мы ее оформляем в едином стиле. Это стиль эко-техно, он же будет поддерживаться внутри здания интерьером. То есть, оазис на МКАДе, как назывался один из слайдов, мы не просто так это говорим. Мы действительно стараемся сделать такое достаточно промышленное расположение, не недостатком, но как-то его нивелировать. Сделать самостоятельную красивую зеленую зону. Ну, вот такие вот интерьеры. Эко и техно. Забыла сказать про ограничение потолока в этом здании. Может быть только грильята, потому что через него поступает температура, да, там тепло, холод и так далее. Ну, вот здесь вот на картинках уже грильята выглядят, на наш взгляд, вполне прилично. Ну, и потом, когда мы даже проектировали интерьеры нашим проектировщикам, и перед ними стояли задачи для того, чтобы использовать максимально простые решения, которые при этом еще красиво бы выглядели, ну вот в частности. И которые бы были просты в исполнении. Вот эти вот светильники, это опаловое стекло, над ними светодиодные лампы. Специально оставляется достаточно большое пространство до потолка для того, чтобы эти светильники могли охлаждаться. Потому что мы столкнулись с тем, у нас на одном объекте были закуплены светодиодные светильники, которые перегорели через месяц, потому что было недостаточно охлаждения. Они перегрелись, и, в общем, вся экономия пошла коту под хвост. Здесь мы это предусмотрели, оставляем достаточное количество воздуха, чтобы это могло охлаждаться. Ну, и есть, на самом деле, много еще мелких таких фишек, которые мы тоже будем использовать. Ну, например, основной вертикальный транспорт — это эскалаторы, это не лифты. Это быстрее, чем на лифте, за счет времени ожидания, которого нет на эскалаторе, а не елочкой. Там не надо переходить куда-то, просто поднимаешься, 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 и получается довольно удобно. Спасибо за внимание. Директор, спасибо. Это не начало дискуссии, мгновенный вопрос. Вы сказали, наши проектировщики, кто делал концептуальный дизайн, кто проектировал, и самое важное, кто сейчас строит, если можно мгновенно. Я могу сказать, но это никому и ни о чем не скажет, потому что я сталкиваюсь с этим вопросом всегда и везде. Обычно эти технологии берут из-за границы уже готовыми. Вот там подсмотрели, пригласили того же самого проектировщика или застройщика, который это делал, он сделал это здесь, у проекта есть еще имя ко всему прочему. Мы пошли другим путем. Была подсмотрена основная идея, что вот, скажем, в Японии есть подобное здание, 40 этажей, которое только с эскалаторами. Там нет лифтов, значит, это работает. Как это работает? Посмотрели и затем перед обычными русскими проектировщиками поставили задачу это реализовать. Институт строительной физики у нас не просто так. Они нам тоже помогают именно рассчитать все в наших климатических условиях и так далее. Тем не менее, назову компанию. Дизайн делала компания «Проект 7». Дизайн именно интерьеров и ландшафтный дизайн. Строит компания «РСС» застройщик. Наши проектировщики в части строительной части – это монтаж-строй. То есть это компании, которые по большому счету, это не имена, это не штрабок. То есть иностранных архитекторов концепции не делал. Их нет. Их просто нет. Была подсмотрена идея, а затем… Их просто нет. У нас их нет. Хорошо. Спасибо большое. Я думаю, что следующий выступающий был самым героическим человеком. Он час на русском языке слушал без синхронного перевода все, что мы говорим. В то же время мы, я думаю, что достаточно хорошо разогрели аудиторию. Обычно перед выступлением рок-звезды, но одна группа выступает, максимум две. Здесь вы слышали три, даже четыре человека на разогреве. Итак, дамы и господа, господин Эрик Ван Эгера. Если говорить о титулах, то есть новая компания. Предыдущая испытывала определенные сложности, не в последнюю очередь из-за мирового кризиса, европейского и ситуации в России. И сейчас компания называется «Designed by Eric Ван Эгера». И Эрик является основателем, архитектором и директором этой компании. Здравствуйте, мой зовут Эрик. Здравствуйте, мой зовут Эрик. Алексей пришел к мне раньше, он спросил мне, если я красный. Я немного обжигал от этого вопроса. Потому что, если ты работаешь сегодня, ты не можешь быть не красным. Это почти логично думать о этих вещах. Но когда я увидел эти три презентации, я думаю, что я вам дам более объяснений. Потому что, если быть красным, то, что мы все начнем думать и думать, что это все в технологии. В типе, Solев Jr. в дополнительных системах, в том числе, в комплект созданиях, кто применые удобства, 把持ку кладки и освобождению энергородматhot, и урочки степень. Я fence помочь предполагаю вам еще разрубить то, что все, что у вас здесь здесь見, but это все очень интересное. Очень, будтоellenишь и супруги, то есть интересное и вопрос что в России произошло тут, в России, в данный момент. Многие этих системы улучшены в мире для функции, функции очень хорошо и функции очень эффективно. Поэтому, это очень хорошо увидеть, что они сейчас приезжают к России, и люди их воспринимают, и видят их как настоящая часть модельной формы строительства. Однако, это не сделано на какой-то большой уровне. Это только несколько людей которые делают это. И что я пытаюсь говорить с вами, почему только несколько людей делают это? Почему только несколько людей делают это? Почему только несколько людей в России видят это как что-то важное, чтобы работать. Для меня, в мире мы говорим о «сustainability». «сustainability» «сustainability» это же самое как что что-то 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 продолжает. И это вы должны сказать что-то 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 было заставить с вопросом, будет ли мы поддерживать эту жизнь? Когда я был, скажем, 12 лет, я не знал, что такое архитектурное я хотел сделать. Я не знал, что я хотел быть архитектурным. Но если архитектурное решение, я не знал, когда я был 12 лет, я не знал. Я объясняю вам почему. Это произошло, когда я был 14 лет. В 1970, в Холландии, мы решили не использовать машины. На Санкт-Петербурге. В результате было, что у нас была премидающей войны. И все страны, которые были депутаты на oil, решили, что не было достаточно, потому что, что арабы были успешны, чтобы остановиться от производства, чтобы увеличить цену. И единственное, чтобы успешить, чтобы остановиться, чтобы не использовать машины, потому что у них нет никакой воды. Это был воскресенье для Европы. Все начали думать, что что-то невероятно может происходить. Это было не так. И это было не так. И это было не так. В то же время, у нас была группа людей, которые были вместе в Клипфан Ром. Это группа интеллектуалов, которые решили, в то же время, что они сделали анализ с физическими, что-то несущественности поверхностей. Мы не могли продолжать жить так, как мы работали, потому что мы просто хотели улучшить от нашего мира. Мы хотели улучшить, улучшить от нашего ресурса, мы хотели улучшить всю свою guerra, и улучшить наш life. Это было sangленно, Я был 14 лет, сидя в моем классе, думая о будущем и о том, что делать. Так что эти люди, если я взгляда в инсайд, они были высокими политиками. Это было огромное политическое debate, и некоторые люди даже думали, что там была большая, 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 большая конспирация от Америки, от России, от Аравии, и мы все думали, что это все было сделано, с большим мастер-планом, скрывая всех нас, но в конце концов, мы все умерли. Это не жалко, это была реальная реальность. Эти графики показывают, я не буду говорить в деталях, но они показывают, как люди, в то время, думали, что использование всех наших ресурсов в конце концов, в конце концов, могло бы, в конце концов, просто смерть на нашем планете. И единственное, что мы могли сделать это, это остановить, мы не должны consumить так много, мы должны быть меньше грязными в том, что мы хотели, и мы должны пытаться думать другим. Я не говорю, что все слушали это, но это было довольно страшно для многих людей в Европе, в Америке и даже в Азии. То, что произошло после этого? После этого, мы начали думать, не только, скажем, но уже тогда, о том, что делать с нашим будущим. О том, что делать с этим проблемом, что мы живем неосстанавливаемой жизни. И, конечно, мы начали думать, что это, скажем, consensus which we all start to understand so logically you can say that at the present moment worldwide we think we know the answer the answer should be that we should think about electric cars we should be very efficient with our energy etc etc all very very true now we even have politicians who make big propaganda about this because this way of living is unsustainable so let's think now a little bit more so all these pictures which you see here are nowadays considered to be the way forward and as a modern person i agree i would love to have electric car i would love to be very green i would love to do all the things use solar power wind energy etc etc but is this really the only way forward is this really the only thing we should do this is a very very serious question we should ask my position in life is you should never follow one thing because the world is not about one choice you make it's about a multiple of choices and let me explain you why all these things which are done at the present moment all these technologies innovations definitely help us but we do not really solve the major problem which we have the major problem which we have is not necessarily that we are able to develop new architectural concepts this is even the last project was a project which i made already now 10 years ago here from moscow trying to make buildings which are green that's not the only thing the biggest problem is that we don't give a shit we don't care we don't take things serious generally this is a much bigger threat than our ability to innovate and this is really a problem in in the world and not necessarily in russia the problem of us now is not the amount of energy we consume but is the way we pollute still after all these years groundwater pollution air pollution all these kind of pollutions are the worst we can have we cannot just simply say that we solve it by developing a new electric car if we don't give them if we just don't care if we continue to pollute behave like idiots we will never get to a sustainable society we never get to sustainable life and this is a far more let's say interesting problem for an architect to deal with than just focusing on the technology i'm not diminishing the value of technology but i'm diminishing let's say or trying to explain to you that this is one of our biggest problems i just don't give a damn that is the the message of this picture and i would like to explain to you that this is i think a general task whether you're an architect politician just uh someone who lives in this city all of you can contribute to behave a little bit in a way that we can start to think a little bit more in a way which is more sustainable think in this way when you you saw some of the examples uh lady explained very nicely about the system of using uh let's say deep soil energy storage she explained about how to use groundwater let's say and groundwater cooling all these systems now are more or less in most of my buildings everywhere in germany in scandinavia or in holland they are standard we don't do without we will not do any building without making sure that these things are done there's no decent client who would not do this so that part of our problem i wouldn't say is solved but that part of the problem is quite handleable if you can just explain it to a few russian engineers which still live 50 years ago if you can convince them them then we have problem this problem solve this problem a bigger problem is how to deal with the way we think about the way we build and live our lives this is a building which i designed in 1995 it's a it's a library no idea about being the greenest architect in the world but we decided very simple that storage of books underground is much more energy efficient than storage somewhere above ground i use much less energy and i can use the roof of this building which is a literally a green roof for people to use the 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 library uh summer and winter in in a climate which is not extreme as russia but it's still consuming a lot of energy when you build buildings of this scale the same way i did let's say for this in a school i and this is designed in the year 2002 built in in the same year it's a school which 90 of the volume which we built is built underground simply because this way we could save enormous amount on energy but also on simple costs of the construction itself not to spend enormous about facades i'm an architect i like to be looking cool but sometimes you just should not build too much you just should be willing to give up doing things the way you do this is the same building inside another example is a building which i am i'm designed in the city of rotterdam use old buildings old buildings should not be sort of seen as sacred they are great places to build on to up upon in this case it's an old monument one of the best best monuments kept in the city of rotterdam and we build 150 000 square meters just simply on top of it and make a new public square on the roof of the old building this is sustainable this is not just technology which is smart but this is also a way of using the city smart because i use the infrastructure of the city to the maximum i don't add any let's say burden to the furthest spread of the city i make sure that whatever is in the city is used even more intense than what i did before i was trying to build this building so the problem of course is that this is only possible when we think a little bit with who we work franklott wright said very well i don't care if my clients don't care i can only do something good if my client is a good guy and he was in a way right his his falling water project is considered one of the most let's say smartest buildings in the world why is this building so sustainable not because his energy coefficient is so good or because he used the least number of let's say energy to build this building but it is very sustainable because it's just an exceptionally good building the same counts for this building this is exceptionally sustainable and this is the most sustainable building also very sustainable but this is the most sustainable building in the world there is no building more sustainable than this and believe me you try with all your calculations you will not be able to prove any building more sustainable why very simple i had to make a study for the dutch government and i calculated very careful how much energy was used and how much money was used to spend and to build these these buildings and now we calc we looked at how much revenue these buildings give even today still give the egypt economy is only existing depending on this building so these stupid brock blocks of stone after 4 000 years are still generating cash flow for the city and are still generating let's say a sustainable life for egypt without this we wouldn't even think anymore about egypt we would forget about this idiot completely ultimately so here you see the comparison you can see that this is one of the cheapest buildings in the world despite the fact that when they were built it was one of the most ridiculously expensive building and it cost people's lives to be able to build them but over the years it has been one of the most inefficient buildings to build please be aware when you do this don't focus on simple-minded numbers only but think about the long-term effect of the way you build in in the world this is a the effect of calculating yourself to death and for those who are experts on ecology and green building they know that there are systems like green calc uh briam and other systems where which you can measure how green your building is green call gives you points if you lower your ceiling because low ceilings may means less energy you built to build the building therefore you get extra points and you consider to be a good guy but look at this it is a little bit stupid guys we should also not think stupid my buildings are preferably too big in a way for green call very expensive but in a way for the long term of the long longevity of the building of much greater value so how to do this it's very simple in many occasions you should use the city this is a project i'm building now for 12 years in amsterdam it's the center of amsterdam and i built as much as i can on the smallest spot in the city it's an island in total we built 350 000 square meter original plan was only 80 000 meters and i use this because i use this plot so much because the city of amsterdam has a perfect infrastructure which i can completely use whenever i build here so without any kind of let's say technology innovation without any kind of energy efficiency already this way my building is much more sustainable than any other project i could do in this particular place yes of course there are thousands of examples of ways how to literally build build green and of course i like to do this myself i just show you a few projects just to give you an idea that i'm not trying to promote only smart thinking but we should also make sure it is visible for people that people can see that things can be green this is a project i'm building now in the city of almere it's somewhere out of nowhere it's in the new new territories in holland where i built this particular building which is just a demonstration how green a project could be you see a green house people grow their own vegetables you people live in these houses and we try to make sure that the whole system not only the energy systems but all the way it is used and built and operated works in the same manner i don't say this is the end of the world i don't say that this is the best thing to do but it's interesting to try and demonstrate and to show people what is possible not to make people not care but make people aware that it is time for them to start to care start to care how to be sustainable i'm not going to go through the details of all this but you can give yourself a little bit a view on how such a project is built up so make sure that this building is just not just very smart in its technology but is also smartly laid out so that when it is occupied and used people are able to understand that being green is let's say sensible i'm very proud to work on this project which i'm showing now which is the university a corporate university for a spare bank spare bank needs to explain to their own team or their own staff how to be good professionals how to be good bankers and they want to do this by making a new corporate university on the west side of moscow outside of the city to make sure that people who go there would seriously contemplate and focus on their profession rather than focus on being funny in the city instead of partying in the night they think and work so it is more about a mentality change than about simply education that's why i was very proud to make sure that this project was done in a very let's say non-urban setting along the small river eastra we built this project it's one kilometer long and it is a series of buildings which all relate to education sports some entertainment but mainly living there and study what we try to do with this project is besides making it look very green and physically be green also making sure that when you are there you think a little bit more about the way how you behave how you act so everything is transparent we have huge cantilevers everywhere and everything what you see is more or less green every room you can go you go go out into the open air right away we don't have any air conditioning in a traditional manner we don't cool the air we don't cool the the heat the air we do this all in the same way as my colleague has explained by tempering the floor and the ceilings heating and cooling floors and ceilings and minimizing air air circulations in the building in this way the project you cannot almost believe the words which i just tell you now but if i would take the the debrief of the client very accurate and i would follow all russian codes and snips i would have spent nine times more energy than what we do now my original design was nine times bigger when it came to the volume of energy i need for this building to operate than what we have finally done so the problem here is not just simply for me to design something fancy or design something smart but also to educate people in spare bank that they should not just simply use the company's money to waste but try to use the money a little bit sensible and instead of engineering yourself to death because russians are great you 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 are the best country in the world misusing your winter explaining that because of your winter you need such a big energy centers you need such a bit of big big equipment in your buildings you over dimension everything everything is too hot everything is too big everything is too ugly so instead of doing this i had to explain this to people who are used their whole life to spend the money of the bank and to pump up because maybe mr greff might think it is too cold he needs more energy if he comes in the winter he couldn't have cold feet because it's very dangerous so we even had to explain that in order to make this project work there will be certain days might be the temperature even not too warm it might be even in the summer in some days too hot who cares for five days in the year why would you care if you have you're going to invest an enormous amount of money in things which you use maybe five or two days in a year this is absurd this type of thinking has to change and i'm very proud of this project i'm very happy of course that mr greff supports this we try to do european best practice and i have to be honest we do it european best practice russian style so you mean you know what i mean it means that we try our best but we never achieve what we try to achieve just to give you a few impressions of the building how it how it looks like and also to show you the the houses which we have built here are full massive wood let's say in similar systems as we your my colleagues have explained uh and try to make sure that by let's say modifying the systems in which we use the building and and let's say service the building we use a substantially less energy than we do standard here we have some comparative figures on how much let's say 29 percent versus 100 percent if we would do a standard russian code worked out project here the same we made comparison to let's say what the energy use we would need for this particular building and in other countries we have one thing which we didn't do i would have loved to be able to do uh let's say groundwater heating and cooling in this particular building i am working for spare banks you know the spare bank finances gazprom so at the end of the day i couldn't win the the let's say the battle to invest in this heat pumps in the soil but we made the project in such a way that if some smart guy in the bank changes his mind we can still still add this to later there are of course even today i have to explain to hundreds of engineers that floor heating and floor cooling is possible i mean you cannot believe this but it is unbelievable that there are still engineers running around in this country who who think that you cannot cool a building and cannot heat up the building without air they don't know how old buildings work they've never been in an old church they have never been in a normal building where you don't have air conditioning we have lived our whole life like this in this respect some people here in russia have the same phobia as americans the only difference is that you are focused on on the winter and americans are focused on the summer in america it is too cold and in russia it is too warm this has to change this mentality has to completely be changed the last project i show you is this particular project here where are we here now in 2004 i started to work on this area and i was asked by archam kustensov of guter development to think about redevelopment of this area and of course like any architect i was super happy to to be involved in trying to change the world and make this the nicest new territory of russia territory of moscow but looking at all the plans we saw i mean i don't know if anyone knows but there has been not a bigger collection of ugly projects made for this area than in this particular place there are the most hideous examples the most ugly proposals have been made on this particular spot and i think we can only thank the crisis that in 2008 of course even though we were not sure whether it was a good idea the crisis killed any ambition to build a lot on this spot and i think it was a great a great choice not to rebuild but start to reuse rehabilitate because rehabilitation again occupy the space is the most sustainable approach to city development what i think is great about this area not just this small institute but the fact that we are now here reusing a place which was used in a completely different way hundreds of years ago and we are able now to first use it and then slowly start to think how to modernize if at all it is necessary to modernize i think this is one of the biggest and most sustainable approach to city development and one of the most let's say important ideas on how we can work here yes i'm very happy that i have helped to promote to do it this way and not to think that being new is always good sometimes taking care of old things is the best way to be a sustainable and a sensible human being thank you very much okay eric if you do not mind if you do not mind we can start immediately discussion our question and answer session and just to prepare audience for any questions can i ask you three previous presentations was entirely about green building your topic was sustainable development they're very close but quite different and let me one question how much projects did you design to be certified against bream or lead probably you are off of main trend probably you don't have something to present to your potential clients and that is why you say okay i'm devoted fan of sustainable development but i do not care about green building so much no i think then then my message has not come across i'm the last person to say that you should not be green and so i'm the last person to say that you should not let's say try to make sure that energy efficiency is one of the topics you work with that you make sure that what you the materials you use are not unnecessary burdening the the let's say the environment i'm just trying to say that bream and green calc do not let's say include automatically all the elements which are relevant to be really sustainable i don't really care whether my projects are top of the list on bream score some of them are i can tell you let's say four or five projects where my clients are very proudly promoting that they are very high in green in green and green calc but at the present moment i would almost say that 70 percent of my projects are are on all measures good everybody knows that being good in any of these calculation methods is not really more than being sensible if you do things smart in a normal way then you are already in this score or green calc bream you are good the big problem becomes to be excellent and excellent you only become in most of these calculation systems when the management of your property and the management of the way you have developed the project is done in an excellent manner that is something really difficult because that means that you do not only have to design something special but you also have to make sure that the way you have developed the project so thought about logistics thought about the infrastructure thought about the bigger picture as well as the maintenance and operation of the building is done to the maximum that is super super difficult and i would try to make sure that people are more aware of this than just thinking that it is great to save a few let's say a few cubic meters of gas or oil and what is your inception do you believe russia will be able in short future to deliver sustainable and integrated design or will we forever be an arena for international architects and master planners no of of course you will let's say of course let's say but again in this country the priority should never be just on energy saving with energy so inexpensive even for my project for for spare bank it's very difficult to calculate yourself out of this dilemma because the energy is so cheap that any investment i make doesn't really pay off so thinking this should not be an excuse not to do something but it should make sure that you do other things very well and what is exceptionally bad in this country really i think the worst in almost in the world at the moment is that we don't care we just really don't care we pollute in almost any level we don't care about just a little bit too much energy which is one problem but we don't care whether we don't build good high quality because building bad means that the building has to be rebuilt or again built or changed very soon that's unsustainable that is not good so i would like to make a let's say a plea i would like to make people aware that being careful to care about things is in this country the most important challenge to get done much more than to make people convinced that certain technical solutions are better they will be there no 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 doubt about it russia will follow it will not lead but it will follow without any doubt but the biggest change which will have to have in this country that we start to care some people care about this area a lot of people didn't give a about it and we apparently now start to care that's more sustainable than anything you can calculate believe me you will be disappointed but uh Moscow government made a decision not to redevelop not reuse but redevelop demolish and construct new facilities in this area probably you will be mostly disappointed in this topic why why because it's commercial aspect so-called commercial aspects money and architects both could be green yes of course they should be yes and i think that the 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 fact that we are sitting here now and using this space means at least some of the messages came across otherwise it would be not available to us i think that's uh already a big a big win more important to me than any let's say technology improvement i can prove in a project somewhere on the countryside sorry but that's what i think let's ask questions from audience был объявлен конкурс что тот кто задаст лучший самый интересный вопрос получит приглашение на собеседование в московский офис эрика ванна герата поэтому есть шанс может быть для кого-то последний как вот в 35 вот есть последний шанс так вот и так будут в аудитории вопросы да you don't mind to have a few questions from auditorium а вот есть техническая возможность да у вас уже есть микрофон и вы фактически в эфире i'd like to ask a practical question about ventilation i saw on your one of the pictures as far as i know there are two approaches to ventilation in green building a natural ventilation you make a kind of sun pipe and it soaks the air out of the building or mechanical ventilation with the recuperator so what's your opinion on this question which is more efficient which which one is better but this is please try to stop thinking in this way yes the natural let's say the natural ventilation is considered to be more green and more sustainable so yes in my spare book building you will see that most of the rooms are naturally ventilated it doesn't mean that you should use this as a dogma you should not see this as the only way to do it because in some cases when the occupancy of the space is so high then a forced ventilation with let's say with regain of energy from the ventilation is a much more efficient way to do it so i i'm always very much in plea making a plea not to run like an idiot behind one solution let's not all try to be green by buying an electric car because electric cars at this moment physically are not green they pollute a lot so it's i'm very happy that we would have them i'm very happy to support the development of it but i don't believe this is the only solution we should do more than just follow one thing this is i think the message we should all be willing to understand you can be green in many ways and you should be green in many ways not polluting i think in this country to be healthy in this country is more important than saving a little bit energy i believe almost nobody can can this let's dispute this with me thank you thank you very much for your presentation it was very nice that you started about the rome club and about the sustainable and limits of growth that just dennis meadows just was in moscow and months ago and was really anxious about that and actually my question when i saw your project with bear barn was very direct that you discussed before that that's actually you cannot build something sustainable if the people who use it will be not sustainable and will be very ugly so do you believe that what you really done for spare barn will be not ruins and will not stay like pyramids you know no but 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 that's very big very big question let's say the objective of the project is to help change people's mind whether mr greff is right whether he's able to change this very slow old-fashioned uh institution which is called spare bank i don't know but it is an attempt so i think at least the fact that someone like this tries i think it's the only way forward if you don't try you will never change anything so what the biggest change is not necessarily my energy level the fact that i'm able to reduce 30 percent 80 percent the most important thing is that i'm able to make some people aware that maybe instead of wasting it's smart to be a little bit more careful if that happens i think the project already has a value i cannot just simply say i really don't like this also i really detest this personally as a person that if not all factors work the project is a failure i think i do more good by talking now for two and a half year with all people who basically think it's to try and make them change their mind a little bit because now nobody in spare bank can say being energy efficient is stupid they all said it two years ago is that is that a game yes i think that's a game you believe that green architect can change the mind i think it has to i think that's the only way don't you think that they can ruin your project with making non-green roofs yeah but guys look look i have uh i have companies who screw us selling green roofs which are not green go have a look i have kicked out all the green roofs because it is so badly made it is gray it's not green so we redo it we do it again so what is the problem okay thank you i am not an architect uh and question from me as from not architect you are a human and you are an architect what do you do as a human to be sustainable let's say to be very honest my life is in a way not very green uh i fly a lot so i do a lot of things which are basically not very good i use a lot of energy to run my life more than most people do so in this respect i'm i'm a big polluter myself but this is what i try to to say i don't like that to stop me from trying to do what i do i think it should we should be trying to be a little bit uh it's a little bit easy to sit somewhere and say well you cannot do one thing if you don't do all the boxes do one if all of you would do one thing good being green we will already be a lot better if everybody would start caring a little bit the whole of russia would be already a nicer place it cannot be let's say not being able to achieve 100 cannot be a reason to try 10 that's my personal philosophy okay and uh not a question but tonight from um from your presentation about sberbank i think to build green university for sberbank means that they will stop to invest money but they will start to invest brain i think well what they say their slogan is this is a place where they develop let's say intelligent leadership that's what they think if they are able to serve to also deliver it's up to them thank you very much да давайте если может быть последний вопрос эрику и подключим наших других спикеров eric hello eric i hope you are aware that russia's city of sochi is a host of winter olympics of 2014 i know i know you probably also aware of those olympic objects uh how can you evaluate its sustainability in comparison to let's say london olympics objects to be honest this is very a very dangerous question to ask me because i've been involved in both projects i have done so-called let's say legacy legacy projects in london and legacy projects were for the idea that the idea of the olympics is wasteful because we spend a lot of money and a lot of energy and it all goes down the drain in two weeks three weeks so let's think about the added value after the olympics so we try to see how the city of london and the people in london could benefit on the long term from the developments initiated by the olympics i did a lot of these studies and i did a lot of planning planning for this and all these things not a single one has been executed not a single project has been implemented so not any penny which is invested in the 2012 olympic games will at the end effectively come to the person who lived very close by there will be not a single street improved although we made really projects with plant panorovki everything approved all of them are not going to happen so in this respect in a sort of very correct british society british environment where led legacy of the olympics are one of the main objectives i can say they already failed now russia in russia it was already difficult to make a plan a master plan for the area which made any sense so in this respect i am very negative about the sustainable effect of the sochi olympics i cannot be more blunt than this okay eric thank you very much just to finalize i would like to say we say in russia our lord loves a trinity i wish every success to your third possibly built project with sberbank at least their logo is green thank you thank you thank you very much thank you very much thank you thank you поблагодарим эрика и остались три вопроса которые можно задать предыдущим спикером я начну если вы позвольте тоже вы можете подключиться да спасибо верить и так первый был алексей давайте вспомним что он говорил о том, что есть огромные преимущества в том доме, который он построил и планирует сделать это промышленным проектом. Это и дешевизна, это и модельность и так далее. Алексей, а что есть негативного, что уже вам известно в вашем проекте? Я вот могу сказать, что я видел, как продавался дом, сделанный по канадской технологии. Приехал человек, покупатель, по-русски говоря, очень авторитетный покупатель и сказал, брат, ты что, меня прострелит через твои стены вообще? Поэтому скажите, Алексей, что есть негативного и как вы собираетесь бороться с тем, что пока присутствует в данный момент на таких подобных проектах, как ваш? Стереотипы. Задолбали с этой сказкой про ниф-нифа, если честно. Я им показываю дома, вот смотрите, вот швейцарские Альпы, австрийские Альпы. Шикарные дома, люди там на Бентли приезжают и живут в этом доме. Что собирать сделать? Да ничего, мы уже побороли. Под сотню заявок уже. Нормально, ломаются стереотипы. Вспомните Икею. Ей предрекали полный провал в таких странах, как Швейцария, Англия, Россия. Как бульдозерам смели эти стереотипы. В Швейцарии хватит быть такими снобами. Просто завоевали рынок. В Англии хватит быть такими англичанами. Завоевали рынок, да? Без денежья, знаете, голод не тетка. Нормально, уже сломался стереотип. Люди идут и покупают. Я уже не успеваю отрабатывать это. Ничего не собираюсь сделать. Все уже сделано. Про тест про расстрел. А, про расстрел, кстати. Кто-то ляпнул, ну, не буду говорить кто, что якобы этот дом нельзя прострелить из автомата Калашникова. Поехал в мытище и поставил шесть образцов разных строительных материалов и расстрелял. Сначала из пистолета, потом из автомата. На сайте есть все это. Вот так будем ломать стереотипы. Собираюсь, как вот эти два придурка из разрушителей мифов, канал Дискавери. Взрывать, сжигать, скармливать крысам, топить там, всякие экзекуции устраивать. Я абсолютно уверен в своем вот этом строительном материале и технологии. Все тесты пройдем. Ну, следите за нами на сайте. Будет весело. Стереотип самый известный по поводу пожароопасности. Вы уже сказали, тем не менее. Есть второй стереотип по поводу того, что мыши очень любят эту солому. Как правильно ее высушить, как правильно ее обработать, чтобы не было этой проблемы? Обмолотить нормально. Там есть и зерна останутся, это проблема. А так, в стеблях соломы, это что там, кремний, кремний и кальций, да? Там есть нечего, мышам нечего ловить. Мыши заведутся там, где есть антисанитария и нарушение технологий. Мыши в курсе, да. Ну, я живу, и ничего, нормально, нет этой проблемы. Еще вопрос по поводу правильной просушки соломы. Всем известно, что может сток сена воспламениться сам, из-за того, что гниение вызывает выделение огромного количества тепла? Что делать и как бороться с тем, чтобы стены не гнили? Технологию соблюдать. Это очень благодарный материал, такой же, как дерево. Деревянные конструкции столетиями стоят. Если положить любой материал в лужу, он погибнет. Кирпич, дерево, солома. А солома при естественной вентиляции, она сама сушится, там все в порядке. Главное, не делать гидрозоляцию на внешней стене. Солома возьмет ровно столько влажности, сколько ей надо. Все остальное уйдет само. Это не мое мнение. Ну, дома там полторы сотни лет стоят. Какой бы вы хотели задать вопрос Дмитрию и Елене? Все-таки вы на разных полюсах. Не, 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 не сталкивайте нас лбами. Мы с Дмитрием и с другими участниками активного дома как раз в одной лодке, я считаю. И, кстати, вот через пару недель я еду в Японию учиться насчет технологии. Как мой дом делать там более активным, более умным. Мне кажется, мы идем навстречу. Дмитрий же сказал, они работают в сторону удешевления. Это неправильно вырвать из контекста, сказать, вот 40 миллионов и все, хрень полная. Люди впереди своего поколения на несколько шагов идут. На самом деле надо заимствовать. Удешевлять надо, да. По стоимости журналисты прошлись больше, чем по неудачному выступлению сборной России. Я вот сам читал, отслеживал. Но там вот кто только не пинал вообще и не кидал камень. Но всегда интереснее говорить о плохом, чем о хорошем. Это же журналистская практика. Даже зеленые прессы бывают желтые. Слушайте, это концепт-кар, да, как сами руководители проекта утверждают. Он не может быть дешевым. Следующий дом, как Дмитрий сказал, в три раза дешевле будет, в четыре, да, там. Вот вам ответ. Ну, мы low-end, мы там еще дальше пошли. Мы не активными, а пассивными мерами достигаем всего этого. Ну, это просто, ну, на шкале мы разные ниши занимаем. Но мы коллеги, я так позиционирую. В аудитории есть вопросы, Алексей? Да, вот, вот, даже. Да, да, конечно. Нет, все будет. Слышно? Раз, раз, раз. Там будет все до винтика, включая инструменты, там, кепку, бейсболку, футболку. И включить. Все абсолютно. И инструменты, у нас партнер по инструментам, чтобы не надо было человеку бегать там, искать шуруповерт, молоток, все под ключ. Даю маркетингу идею, можно в комплект включать кошку, которая будет переступать порог построенного дома. Ну, там есть, мы уже включили бутылку водки и набор презервативов. Да, 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 это очень по-взрослому. А здесь семьи тоже иногда бывают с вашими клиентами. Еще вопросы, да, можно прямо так, наверное. Алексей, тут же несколько практических вопросов. Скажите, а сколько нужно времени для фундамента? Фундамент столбчатый. Для модуля 6х6 надо 9 столбов. Таджик со сверлом, с азбуциментными трубами, с арматурой, с заливкой. Три дня. Ну, а после он... Это с запасом. Этот фундамент должен сколько-то ждать? Нет, нет, нет. То есть сразу строить. И еще один вопрос. У нас не брусовой дом, не сруб, чтобы там два года ждать, чтобы там столярка от них повыскакивала. Нет, сразу можно все. Ну, таджик со сверлом, это, конечно, круто, но есть ли у вас какая-то бригада своя? Да, конечно, мы не бросаем на наших клиентах опционный подряд, либо сборка под ключ мы предоставляем. Но я в первую очередь подчеркнул возможность DIY, do it yourself, исходя из потребностей нашего рынка. Люди хотят сэкономить всячески. Но давайте будем откровенны. Навык ушел. Даже когда я учился в школе, там уроки труда были, ОПК, мы более рукастые были. Сейчас навык ушел. Надо постепенно его возвращать. Через простые, с защитой дурака штуки. Соберут Икею, соберут наш домик. Глядишь, и научимся опять работать. И последний вопрос. Сколько ждать? Насколько длинная очередь заказов на ваши дома? Как я сказал, в этом году мы ограничим 15 объектами. 5 уже проплачено, уже все осталось. 10, это, скорее всего, из нашего вот этого листа ожидания. С 2013 года мы планируем уже пойти в разнос. Начните с самого начала и сделайте полный лайфцайкл. Пока ждете очереди, посеете пшеницу, потом ее сожните, потом приготовьте солому, сделайте блоки, и вот как раз подойдет очередь на ваши дома. Последний вопрос, если можно, для Алексея. Во-первых, мое восхищение. Совершенно удивительная, очень наглая затея. Мне ужасно нравится. И кайф еще в том, что вот эта система автономности, она классная. Не зависит от местных князьков, но это просто, правда, замечательно. Пока кроме электричества, честно скажу, это самое сложное, что победить. Я работаю в направлении ветряков, да, но сложно, сложно. А вопрос у меня вот какой. Вы там говорили в каком-то из слайдов, у вас было, что солома там сколько-то, а солома с глиной там что-то там больше. Я правильно понял, что существует два способа блоков? Солома и солома с глиной? Или я не прав? Что там? Да, это правильно. Классика. Это когда соломенная стена облицовывается глиной. Но поскольку мы затачиваем наши домокомплекты под самосборку, мы решили максимально упростить задачу и избавить обывателя от мокрых процессов. У нас не будет мокрых процессов, у нас будут плиты с позагребневым соединением, все маркированные, размеченные. Гораздо легче прикрутить шуруповертом плиту, чем заставить шпателем работать, там все это штукатурить. В вашем доме сейчас это с глиной или без? У меня глина используют только во внутренней отделке, в интерьере. Причем глина у меня есть разная. На кухню я сделал из глины, которую откопал тут же в своем пруду, вот такая глина оказалась. И плюс у нас есть немецкий партнер Claytech, который представляет глину там со всего света, там 150 расцветок. В интерьере да, плюс она классный контроллер влажности в помещении. Плюс это термомасса, глина нужна. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, Алексей. Переходим к вопросам, которые Дмитрию Макарову адресованы. Действительно, вы правильно сказали предыдущий вопрос. У нас уже есть активный, самые первые появились пассивные дома, это года 3-4 назад. Потом появился активный дом загородного проекта. Сейчас вот первые шаги к построению автономного дома. 27 июня в Нижнем Новгороде будет торжественное открытие действительно автономного дома, построенного полностью, без подключения к коммуникациям. Так что мы, по крайней мере, сейчас полный спектр имеем домов от пассивных и активных до натуральных и автономных. Вопрос первый. Я пока, вы еще, может быть, не готовы задать вопрос, пока вы его думаете. Вопрос первый. Скажите, в голове ли держалась идея сделать из этого не только первый инновационный проект, но и получить дополнительный маркетинг с точки зрения продаж компании и проектов, которые расположены рядом? Увидели ли вы дополнительный интерес, помимо того, что вы продвигаете идею экологическую, которую я очень высоко оцениваю? Тем не менее, дало ли это какой-то маркетинговый, опосредованный в столичный эффект с точки зрения продаж, с точки зрения повышения бренда загородного проекта и так далее? Ну, такая задача изначально не ставилась, и, в общем-то, нельзя сказать, что это было достигнуто, потому что люди, которые приезжают покупать другие дома и таунхаусы, они, конечно, видят наш этот дом, но не рассматривают его как объект приобретения. Но это может сказать, что это только как бы повышает авторитет нашей компании, что она занимается такими проектами. Но с точки зрения покупателя нельзя сказать, что покупателей стало больше. А что вы будете делать с данными, с мониторингом, которые вы получите в течение времени, когда вы исследуете? Вы будете их запечатать в конверты и держать 20 лет совершенно секретно? Нет, почему? Мы сейчас уже опубликовываем эти данные. И мы данные эти используем для того, чтобы понять, какие системы необходимы, какие не очень, от чего можно отказаться, в каком направлении можно удешевить наш проект. И мы тоже говорили о системах сертификации. Ваш дом получил первый сертификат, наверное, вы об этом знаете. Как вы относитесь к этому сертификату? Система, которая поддерживается Союзом Архитекторов. Ну, в принципе, мы положительно относимся к этому сертификату. Но эта система только как бы на пути становления. Нельзя сказать, что она уже действующая, потому что пока как бы вот один дом сертифицирован, еще два другие дома в нашем поселке провели исследование, но еще нет результатов. Ну, а как вам комичность ситуации, что в государственном реестре нет системы, а уже сертификат? Ну, это, можно сказать, такая пробная сертификация. Понятно, хорошо. Вопросы аудитории? Ну, то есть все хотят жить в дешевом доме, сделанном соломой, а в таком классном доме жить никто не хочет. Никаких вопросов нет. Никто не записывается в очередь, когда мы записывались. И даже не останавливаешься три года ждать. Все будут считать, когда выйдет второй дом 2 за 50 тысяч и повалят уже в загородный проект. Вопрос следующий. Вам не кажется странным, что ваш дом в сколько там раз дороже, чем дом Алексея, а энергоэффективность у него при этом хуже? Почему хуже энергоэффективность? Ну, как, у вас, по-моему, там 55 ватт на метр, у Алексея 38. Это я говорил 38. 38 у нас была расчетная, реально получилось 50. Но 50, как я говорил, получилось из-за того, что у нас как бы держали высокую температуру и открывали окна. А 38 я не слышал от Алексея. И еще второй аргумент очень простой. Вы можете вручную открывать ставни, а можете поставить автоматизированную систему. Вы можете через термометр смотреть, а можете building management system, который стоит денег, поставить, как это сделано в активном доме, и все автоматизировать. Что у вас жалюзи будут закрываться вслед за солнцем, открываться вслед за закатом солнца и так далее. Вот это тоже стоит денег. У нас это все есть, но у нас как бы жители дома перечли в ручной режим, и поэтому показатели все оказались хуже. Вот поэтому цена. А энергоэффективность, а вы услышали за счет, не в последней мере, за счет уникальных окон производителя, которого здесь называли, но мы его не будем сейчас акцентировать, в 10 раз больше света. В 10 раз больше света. С одной стороны, это, кстати, вот, прокомментируйте, пожалуйста, к сожалению, здесь нету компании, которая представляла ваше интересное, но тем не менее, это вопрос интересный. Как вы боролись с двумя аспектами? Остекление. А. Это огромное количество натурального света. Б. Это вопрос энергоэффективности с точки зрения экономии энергии. Как вот этот баланс был найден? Первое, что видится, что действительно окон очень много. Такое ощущение, что это уже как бы, ну, если не памятник, то, по крайней мере, проект компании, которая делает мансардные окна. Ну, я понимаю, куда этот, какой огород камень, но, с другой стороны, несколько обманчивое впечатление, потому что, когда смотришь на наш дом, кажется, что он весь в мансардных окнах. Ну, просто компания «Велюкс» выпускает мансардные окна, и солнечные коллекторы одинаковые, и солнечные коллекторы воспринимаются так же, как окна. А там больше половины солнечных коллекторов, так что окон там не так уж много. Обманка. Это обманчивое впечатление. Хорошо. Не удалось. Еще вопрос. Насколько я читал понятие «активный дом» в Европе, предполагает, что дом вырабатывает энергии больше, чем потребляет. То есть у него нетабаланс среднегодовой получается положительный. Ваше здание потребляет энергию. Мне кажется, что определение «активный» здесь не совсем уместно. Я как с самого начала сказал, что «активный дом» у нас в том смысле, что он построен в соответствии с концепцией европейской, истоки которой в Дании, «эктив хаос». И вот поэтому мы называем его «активным домом». Концепция «актив хаос» предполагает, как то, что я и говорил, что это энергоэффективность, возобновляемые источники энергии, комфортная среда обитания, большие площади остекления, много света, много воздуха. За счет этого энергоэффективность несколько падает, и получается, что он не в смысле примитивно-активный. Но он зато у нас более комфортный. В принципе, еще можно приехать, у нас уже было несколько тысяч человек с экскурсиями. Все, кто были, понимают, что там дышатся по-другому в этом доме. Это высоченные потолки, это простор. Ну, приезжайте, посмотрите. Есть еще вопросы, Дмитрий. Хорошо, поблагодарим Дмитрия за участие в дискуссии. И вопросы, теперь касающиеся проекта, который представлялся последним, Гемоинвест. Готовы в студии вопросы? Нет? Ну, хорошо, тогда еще со своего. Общеизвестный, я слышал эту презентацию дважды, и на одной из конференций вы говорили, что несмотря на то, что это уникальный дом, имеющий уникальные характеристики, который даже по предварительному анализу имеет возможность быть сертифицированным, Гемоинвест не намеревалась, по крайней мере, два месяца назад сертифицировать это здание по одному из международных стандартов. БРИАМ, ЛИД, может быть, ДГНБ и так далее. Как сейчас выглядит ситуация, и с чем связана эта позиция? К сожалению, для вас так же. Я не лоббирую ни одну систему, я активно продвигаю все три. Да, мы не собираемся получать зеленый сертификат. Решение это связано с тем, что мы проводили исследование. Все-таки мы строим здание для того, чтобы сдавать его в аренду. Для нас важна рентабельность проекта, для нас важно, сколько это стоит, и зачем мы делаем то или иное вложение. Необоснованных вложений нет. Если бы мы строили здание на продажу, однозначно мы бы получали этот сертификат, потому что это бы увеличивало стоимость продажи здания. Мы собираемся им владеть, мы собираемся сдавать его в аренду. Мы проводили исследование совместно с… Ну, это было, скажем так, неформальное исследование. Были опрошены порядка 45-50 брокеров, которые на рынке недвижимости офисной класса А, в частности, и Б, Б+. Все они более 10 лет на этом рынке. Нет среди требований арендаторов в России сейчас критерия наличия сертификата. То есть к этому относятся… По большому счету мы это делаем для себя, а не для арендаторов. Да, это фишка. Энергоэффективное здание – это фишка, которая выделяет этот офисный центр среди других. Но мы думаем, в первую очередь, о себе, о том, как мы это будем эксплуатировать, а не об арендаторах, потому что им все равно на сегодняшний день, к сожалению. Ни одного, ни один из брокеров не назвал ни одного примера, когда арендатор бы указал зеленость здания, энергоэффективность здания среди критериев выбора. Их просто нет сейчас. Потом, да, наверное, появятся, но сейчас нет. Ну, наверное, ваши брокеры, они не работали с Ducat Place 3, Heinz, которые сейчас… Работали, работали. Они не работали с O1 Properties, которые собственный проект сертифицируют. Вот смотрите, Дмитрий Минс открытие хочет сертифицировать. И видит преимущество, и в том числе и сдача в аренду по более высоким арендным ставкам. У вас мнение такое, что это не даст дополнительной премии к арендной ставке. Это, во-первых, а во-вторых, обе компании, которые вы назвали, это классические девелоперы, которые эксплуатируют здания несколько лет и затем продают. Если бы я представляла одну из этих компаний, наше мнение было бы совершенно другим. Мы за все эти сертификаты, Бримы, Лиды и тому подобное, но любое действие в коммерческой организации должно быть осмысленным. Мы не благотворительные, мы делаем хорошо, но для того, чтобы нам в первую очередь было хорошо, за счет того, что хорошо другим тоже. Вот в данном случае сертификат мы не будем получать ровно, потому что нам это не дает преимущества. Наши арендаторы на сегодняшний день это не ценят. Если через 10 лет ситуация изменится, значит я позвоню вам и скажу, Алексей, вот вам проектная документация, вот вам деньги, пожалуйста, мы хотим получить сертификат. Что вам нужно? Отлично, я уже имею спокойную пенсию. Спасибо. Я правильно понимаю, что вся система освещения построена уже на светодиодных лампах? Да, все без исключения. Все без исключения. Все без исключения, все спроектировано под светодиоды. Благодарю. Ну и честно сказать, в отличие от других зеленых технологий, по крайней мере в России уже есть собственное производство светодиодных ламп. Сейчас, правда, идет вопрос о приобретении крупным международным игроком этого производства. Тем не менее, чисто российские, в хорошем понимании, чисто российские светодиоды есть и производятся под Санкт-Петербург. А я знаю, что у нас как раз сейчас с нашими партнерами развиваются именно эти заводы, поэтому я их точно не знаю. Да, да, да. Не только в Санкт-Петербурге, так что... Ну, там они планировали до 6-7 заводов, у них солидные инвесторы, государство и научные собственные разработки. Это компания «Оптоган», я не делаю лишней рекламы, это действительно достойный пример на российском рынке. Вопросы еще есть? А нас уже выгоняют, да? То есть нужно... Хорошо. А все-таки между собой, может быть, есть какие-то вопросы? Ну вот как-то конкурентов там задать такой... Да, Мушник, но какие же мы конкуренты? Ну какие? Вот кого послушать, да, вот здесь вот все идеально вообще. Выходите на рынок, вот в этом офисном комплексе пожар был, вот в этом там вентиляция плохая, а вот у нас хорошо. А здесь единение удивительное. Знаете, есть одна очень хорошая фраза, и, к сожалению, не помню, кем сказанная, что лучше бежать единственным в гонке, которую ты сам придумал, чем бежать первым в общей гонке. Вот здесь фактически люди, которые бегут в гонке, которые в России, ну по аналогии, сами придумали. Сейчас вообще мало подобных проектов. Мы не конкурируем, мы друг у друга учимся. Мы наоборот готовы плечо подставить и всем, кто нападает на эти проекты, доказывать, что это хорошо и это правильно. Потому что сейчас, если... Первый вопрос, который все задают, зачем вам вкладывать такие деньги? Это очень дорого, это не окупится. Я слышала это мнение. Но оно везде есть. Это же основной миф, который мы имеем. Здорово. Только Эрик, когда вышел, вы видели его удивление, когда он сказал, как вы можете быть не зелеными? Мы просто не строим без этого. Мы просто без этого не строим. Вы видели глаза, с которыми он это сказал? Нет, ну хорошо. У иностранцев глаза часто из-за другого. Такие вот дымчатые. У них все, может быть, в розовом свете и так далее. Нет, я вот как-то верю в его искренность. Они действительно не понимают, как это. Строить не так. А мы пока еще, вот у нас там нефть, газ, все дела дешево. Поэтому, эх. Вы же сказали, упомянули классических девелоперов, не к ночи и не хорошим словом. Там же задача была построить максимально дешево и максимально быстро продать. И все. И забыть о том, что существует эксплуатация, что есть такие понятия новые, как жизненный цикл, а что вот там можно сэкономить, чуть-чуть дороже построить, но это только 20% жизненного цикла стоимости. Все верно. А можно стоить. Но вот это классические девелоперы. Давайте мы уйдем от классической экономики нефтяной и классических девелоперов к таким девелоперам, которых мы видим сейчас. Чтобы у нас была инновационная экономика, которая обеспечивает специалистов, которые готовятся в институте Стрелка. И чтобы были инновационные девелоперы, которые сегодня участвовали в нашей дискуссионной панели. Спасибо большое.